МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вам и расскажу, и покажу, потому что мне самому это очень интересно. Вот, Арина Петровна, вот они, 10-копеечные монетки. Именно их часто забывают взять на кассе, потому что, ну что это, мелочь, ничего не стоит, проще бросить, чем потом это рыться в кармане и так далее. И тем не менее, как мы с вами прекрасно понимаем, за этим стоит огромный труд. Давайте я вам расскажу в двух словах, как делаются деньги, штампуются из-за металла, который передо мной находится в этом контейнере. Но прежде чем сюда попасть, в этот контейнер, проходит эта монетка огромный путь. Сначала она просто в виде стали существует, потом эту сталь гальванирует, чтобы она получила вот такой цвет. Дальше это все нарезают, и вот эти вот кругляшки, Арина Петровна, приходят сюда, на монетный двор. Вот в таком виде, в таких огромных контейнерах. После чего проходит контроль качества. Если что-то не нравится контролеру, то эти монетки идут на обработку. Их чистят, обезжиривают, при помощи каких-то маленьких шариков подчищают неровности. Ну, это если что-то не так. Дальше это все засыпается в штамповочные машины. Погромные прессы, которые вот здесь по обе стороны этой дороги расположены. И вот здесь они штампуются, причем с двух сторон наносят штамп на каждую монетку. Примерно от 600 до 700 ударов в минуту. То есть 700 монеток в минутку выходит из этого аппарата. И уже потом они идут на конвейер, где их будут взвешивать, упаковывать. Но это отдельная история. Я понимаю, что вам никому это даже в голову не придет. А вот я нет-нет, да и подумаю об этом. А вот нельзя ли как-то незаметно, пока никто не видит, какую-то часть свежих тепленьких монеток положить в карманы и вынести? К сожалению, а может быть, да не может быть, скорее всего, точно к счастью, это невозможно. Потому что здесь, на этом предприятии, существует так называемый, мне очень нравится определение, голевой режим. Потому что каждый сотрудник этого предприятия раздевается дважды до гола, входя сюда и выходя. И вот это все, можно, конечно, здесь вот так и этим пользоваться, играть здесь в какие-то магазины внутри. Но дальше это бессмысленно. А так бы, если бы все хорошо у меня получилось, я бы вынес, ну, рубля-полтора здесь. А так придется, к сожалению, скидывать. Так что, видите, ничего унести не удалось. Вот я сейчас вышел из машины, которая делает большие деньги. Очень большие деньги, 10-рублевые монетки. Вот этот штемпель штампует. Причем на этом штемпеле есть голограмма. Если вы 10-рублевую монетку возьмете и посмотрите внутрь нуля, вы увидите там надпись «РУПОТ». Уникальная монета. Вот некрасивые зеленые какие-то железные ящики. Зачем я здесь остановился? А меня кто-то сюда манит. Я не знаю, что. Я вспоминаю про того Кащея, помните, который над златом чахнет. Вот сейчас я покажу, над чем можно здесь чахнуть. Вы видите, горячие. Вы видите? Нет, действительно очень горячие. Только что испекли. Здесь 10-рублевые монетки. А теперь задание для школьников. Я бы это не решил и в 10-м классе, но думаю, современные дети это во втором могут решить. Считайте. Здесь 250 килограммов вот этих монеток 10-рублевых. Каждая монетка весит 5,6 грамма. Попробуйте теперь посчитать, сколько денег в этом голубом контейнере. Они очень горячие деньги. Ай, горячие. А я пока немножко себе возьму на дорожку и пошел. Это аппарат, который считает, упаковывает, фасует эти деньги. Но аппарат ничто по сравнению с человеком, который это все делает. Лариса в день делает примерно 3 миллиона рублей. Да? А так не скажешь. Неплохие деньги делает в день Лариса. А вот эта Лариса работает плохо. Она делает всего 60 тысяч рублей в день. 60 тысяч. Господи, вы видели, сколько делает та Лариса? На самом деле никакой разницы нету. И девочки никогда не разделяют эти деньги по сумме. Просто по мешкам и в количество монеток в мешке. Просто здесь Лариса распасовывает 10-копеечные монеты. Здесь считается, взвешивается и ровно тысяча монеток насыпается в мешочек. Дальше здесь же ставится пломба. И вот он, готовый мешочек. Ну вот, видите, написано. Тысяча рублей. Субтитры сделал DimaTorzok